Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Здравствуйте, вы позвонили Вавилон, официальный дилер Хэвэйл. В целях улучшения качества услуг все разговоры записываются. Здравствуйте, Эрика, здравствуйте. Да, да, Светлана, добрый вам вечер. Узнать хочу по поводу аппарата. Аппарата у вас, Навал, да, продается аппарат, ну, китайский? Хэвэйл, да. Да, да, Навал. Вот я могу как-то проконсультироваться по наличию, какие модели есть, какие, ну, цены. Одну минуту. А как физическое и юридическое лицо? Я физическое лицо, физически здоров. А зовут вас? Генка. Как еще раз? Генка. Одну минуту, ожидайте, на линии соединяется, отделан продаж. Да, да, спасибо. Угу. Добрый вечер, меня зовут Денис, компания Вавилон, Хэвэйл. Сочувствую вам, сочувствую. Меня Гена зовут. Здравствуйте. Да, имя у вас такое, конечно. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. По поводу Навала, узнать аппараты вообще по полному приводу, не по неполному. Ну, какие вообще аппараты, вот по Навалам, вот эти китайские аппараты. Ценовой диапазон, то есть, меня интересует, полный привод Навала, чтобы двигатель был, ну, литра два, скажем так. Ну, такой, полный привод, аппарат. Угу. Генка, смотрите, такой автомобиль на полном приводе могу предлагать. Если двухлитровый прям рассматриваете автомобиль. Ну, это минимум, два литра Навала, чтобы было, потому что я хочу, чтобы оно мощное было. Не вот это, а что, знаете, там, вот эти вот BMW всякие двухлитровые, которые никуда не едут. Ну, там вам хватит 190 лошадиных всем? Ну, 190 начнем отталкиваться от этого, а там уже как пойдет, потому что, может быть, и побольше мне лошадей поднавалить туда. Геннадий, смотрите, такой автомобиль порядка двух с половиной миллионов будет, комплектация элит, это будет F7. Не, мне F8 надо. 8? Машин 8 или F8 машина? F8, модификация покруче, потому что вы мне вот эту F7, у меня у Сереги, у соседа царства небеса, разбился на такую. Что-нибудь посерьезнее? Может быть, Дарго рассмотрим? Это что за... Там 217 лошадиных. А, я понял, это... Ну, она как Гелендваген, как Гелендваген такая, двухлитровая, она порядке трех миллионов будет стоить на полном приводе. Как Гелендваген, да? Как Гелендваген, да. А, я понял, а сколько там объема аппарата? Два литра, полный привод и 217 лошадиных все. Я полный привод? Ну, мне машин на полном приводе. А, вы сейчас типа, ну, то, что я типа заднеприводный? Нет, я нормальный мужчина. Я это вам не говорил. Я говорил, что данный автомобиль, Дарго. Так, Дениска. Как Гелендваген. Денис, ты мне давай тут не это самое, вот уши не заговаривайте мне. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки и попутно формить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед и все это на халяву можно заформить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15 квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно! Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру, пока я сдуваю и фармю зимнюю операцию. Так сколько там лошадиных сил, а? 117. Ой, 217. А есть что-то за 200-230 такое что-нибудь? Нет, таких, к сожалению, нет. А сколько? 3 миллиона, да, вот это драга будет? Да, 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 около трех. А это уже элит-класс или таку-то? Не-не, это элитный класс, конечно. У нас машина, кстати, на Т-здраве есть. Можно приехать, прокатиться на машине. Потому что я человек серьезный. Я не из этих, которые приходят там денег. У меня есть деньги, я кредит взял. Поэтому не думайте, что я какой-то там лох. У меня само камри было. Нет, нет, без сомнений, я не так. Я понял, понял. Я нормальный порядок, человек. У меня кредиты, так что я при бабле приеду. Хорошо, Геннадий. Вы когда рассмотрели? Я хочу сегодня-завтра уже на аппарате ехать, понимаете? Мне скажите, что там по опустике вообще? Музыка какая-то. Там хорошая музыка премиальная стоит. 8 динамиков, 1 сабвуфер, усилитель. Samsung, Harman, Barman? Нет, нет, там Sony стоит. А, я понял. Sony престиж. Это премиальная система Sony престиж на Тарган. Dolby Atmos. Можно и так сказать. Не, ну хорошо играет машина. Я понял. А едет как? Сегодня, поскольку готов подъедет. Мы до полдесятого работаем сегодня, во сколько подъедете. А вы мне можете ее прям завести, чтобы я порогну дал на ней? Ну да, конечно. На тест-драйве прокатимся с вами в машине. А она черная или нормальная? Ну нет. У нас на салоне представлены апельсинового цвета машина. Она такая, мандариновая. А, мандариновая. А вообще черная есть тоже. Черная тоже по наличию есть. Я понял. То есть я типа черный, да, вы имеете ввиду? Да нет. Вы же хотели черненькую машину. Я говорю, вот черная. Я понял. А по скидке сколько будет? По скидке? Да. А какую скидку хотите? За трейдинг, за кредит? Да просто так. Просто имя такое у тебя. Дис, а чисто думаю мне, как говорится, по-человечески скинешь. Давайте следующим образом договоримся. Конечная цена автомобиля зависит не от меня, от руководителя отдела продаж. Он работает сегодня до 9 часов. Давайте с вами успеем подъехать, соответственно, встретиться в салоне. И вместе с вами согласуем дополнительные акции и предложения для вас. Нет, а по поводу краш-теста вопрос не решим. Нет, краш-теста не будет на автомобиле. Тест-драйв, да. Краш-тест не проводим на автомобиле. Узнать, сколько звезд она-то заслужила, аппарат мне, потому что она далеко ехать будет. Четыре с половиной. А, четыре с половиной миллиона? Та не, это дура. Нет, нет, четыре с половиной звезды из пяти возможных. Это по-крашедству. Нет, а вы не подумайте, что я какой-то лох или все такое. Я кредит взял, я буду брать новую машину, китайскую. Хорошо. Я вам дарю желание продать данный автомобиль. Я при бабле, поэтому... Я вас понял, вы это говорите. На каком мне номер прислать контактные данные и точный адрес нашего салона? Вы мне это просто скажите, куда мне подойти к кому-то. Я просто сам на Камри приеду, на такси. Волгоградский проспект? Угу, понял. Мы находимся в Москве, Волгоградский проспект, дом 41-51. Я понял. Ну, я понял, я подъеду, там аппарат можно ко входу поставить, потому что я на такси приеду, чтобы я это самое, ну, бля, увидите сразу. Ну, чтобы на машине уехать домой, я понял. Да, у меня Яндекс.Такси там, написано Яндекс.Доставка. Да, это я, я подрабатываю просто бизнесом, а так-то я вообще бизнесмен просто, ну, так от скуки подрабатываю, то такси катаюсь, чтобы не киснуть, так сказать, на работе, я бизнесом занимаюсь. Хобби, да, некое хобби, а так-то бизнесмен, у меня бабло есть, а не думайте, что я какой-то лох, что я к вам приехал в китайский салон. Нет, я кредит взял, я прибабляю. Так что там, драго, мне подготовите аппарат? Подготовлю, Геннадий. В каком времени? В 9 подъедете? Ну, сколько там на оформление времени займет, потому что мне вот это время денег, вы знаете, сам я таксист. Ну, если все очень быстро, то, соответственно, в течение полутора часов, я думаю, вы уедете на автомобиль домой. На вашем или на своем? На вашем, на новом вашем автомобиле. А, ну я кредит возьму, да? Нет, почему, вы же наличные хотите покупать. А, ну я понял, я имею в виду, что я в кредит деньги взял в банке, чтобы драго взять ваш аппарат. Понял, да, ну вы наличными будете оплачивать, да, мы в этот момент, пока вы будете оплачивать, готовим документы. Я вам расскажу все об автомобиле. Вот. Оформим документы, подпишем договор, актерируем передачи, соответственно, оплатите денежные средства. Все расскажу по автомобилю и поедете домой. На своем новом автомобиле Дарго. Да я понял, а можно еще бензин опять туда налить, полный бак? Ну, такой возможности сейчас нету, но здесь недалеко заправка у нас, в 200 метрах от салона прям заправка есть. А, да, да. Я вам сделаю скидку дополнительную на автомобиль. А, сюда бензин, ну я возьму, у меня на Камре тоже бензина, трубку возьму, чтобы отсосать с бака в бак, перелить. У меня просто машина рабочая там. Хорошо. Ну возьму, а так, аппараты, коврики есть там под ноги. Все, все мы комплектуем, зимние резины, коврики, сигнализация, защита карты. А сигнализация с кнопочки, я могу на балконе стоять, кофе пить, курить и запускать аппарат на прогрев. Ну да, она с телефона запускается. О, чё-то это вообще, так я могу вообще стоять у себя, ну да, в четвертом этаже, пятиэтажечки, да, на балкончике, просто кофе пить, сигаретку, курить свою, вот эту вот, кента вот этого синего, да, и нажимать кнопочку. Да, 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 и не завести автомобиль, блин. О, и пока я кофе, так сказать, допью, докурю сигарету, мой аппарат полностью прогреется. И машинка как раз прогреется, да. Вот это я понимаю, ну шо, как говорится, вот это китайцы, молодцы, не то, что вот эти Тойоту, блядь, ничего. Да, да, да. Да. Ну китайцы вообще, в принципе, сейчас могут удивлять. Да, я вот тоже, вот. Ну а чё там насчёт этого самого турбина, вообще, насколько атмосфер хоть дует? Она по заводу настроена на 1,1 бара. А, ну ясно там. Там не атмосфера, там же... Ну я понял, но это я подкручу уже там, сам уже, чтобы она поддувалась. Ну это хозяин, барин, можете, соответственно, да, настроить подвозь. А чё, на гарантию хоть двух на аппарат или нет? Гарантию пять лет. Гарантию пять лет, официальные три, дополнительные, да, два ещё года. Со своевременным обслуживанием получается продлённая гарантия ещё на два года. Либо по пробегу до 150 тысяч. Да. А чё ж там по кузову вообще? Ни гниёт сейчас, нормальный аппарат. Ну двойная оцинковка кузова, полностью обработка гальваника идёт. Гальваника, да? Кузов полностью. У меня чепырка тоже была такая. Гальваника. Ну это французский, да, этот, по-моему, материал? Какой-то... Не-не-не-нет. А, ну пуш-сало. Не французский всё. Пуш-сало. Да не, нет, там двойная оцинковка кузова. Идёт эта гальваника, отработка специальный химический состав. Наливается резервуар. Да, туда полностью погружается кузов автомобиля. Соответственно двойная оцинковка кузова происходит. Как снаружи, так и внутри. Я понял. А это чё шпанская тема? После этого, соответственно, идёт сборка автомобиля. Да, крупноузловая. Она на территории Российской Федерации производится. Ну я понял сразу, что аппарат серьёзный. Так, ну а что там по поводу вообще регулировок сидения? Есть там хоть автоматика? Мне полностью. Потому что я человек высокий, сильный. Чтоб сел туда на аппарат удобно. Полная, соответственно, регулировки в четырёх направлениях. Это вертикально, горизонтально, две по плоскости. Плюс регулировка поясничного упора. Также есть память на два водителя. Не, мне два не надо. Я второго не подпущу. Для меня это как, ну, машина это лично. Это как женщина, понимаете? Да, автомобиль также оснащён. Я говорю, он комбинированный коже в салон идёт. Подогрев, вентиляция сидения и массаж. А, то есть, а есть вентиляция. Пердануть и ничего не будет, да? Совершенно верно. Абсолютно. Я понял. То есть, обогрев есть лобового, да, тоже. Если плюнуть, то высадить. Лобовое стекло, руль подогревает. Да, система форсунок, омыватель стекла. Обогрев сидений, ряду заднего, переднего. Также есть вентиляция передних сидений и массаж. Массаж есть, да, всё? А сзади что-то? Сзади, бля, пассажиров моих. Сзади климатическая система. Ну, там подогрев сидений и климат тоже сзади есть. Я понял. А колёса какой диаметр? 18 радиус. А, ну, это такие лайтовые, я так понимаю. А, можно 25-е поставить? Ну, 25-е я не видел, но туда, наверное, максимально 20-е только можно будет установить. А, не, ну, так-то аппарат-то серьёзный всё-таки. Ну, я понимаю, да. Это прям никакой-то... На дорогу вообще видели, Геннадий, эту машину? Да, это приятно. Да, 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 серьёзный аппарат, такая прям, как Геринджик, вот эта, вуууу, такая прям, машина едет. Здоровенная такая. Ну да, да, да. Мощная прям. Давайте не будем время, может, сказать, на пустые слова и, наверное, вживую посмотрим машину. Я думаю, да, такие вещи нужно только вживую почувствовать, прочувствовать аппарат, понимаете, да? Конечно, конечно. А плавник есть у неё? Плавник антенны? Так, всё, я у вас в калоне? Плавник антенна есть. Да, 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 в них плавник антенны, совершенно верно. И мощная, да? Там всё радио будет тут всё ловить. Угу. А блюдц? Там всё, все радио, МП-3, ЮСБи, всё есть. Да, я понял. То есть, по сути, полифониеды, это такой вопрос времени, да? Да. Ага. Ясенько. Так, а вас как зовут? Денчик или так, кличка такая? Меня зовут Денис. Денис, да, да, да. Да, Геннадий. Я можно просто буду Диса назвать. Диса. Дися. Хорошо, хорошо. Тогда я приду, скажу, я Дися, да, и сразу вы поймёте меня, правильно? Да, 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 да. Хорошо, Дися. Всё, я вас ожидаю тогда, Геннадий, да. Всё, до свидания. До встречи. До свидания. Да. Что? Да, 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 да. До свидания. До свидания. Продолжение следует...